Всем большой привет! Сегодня будет видео про брови. Я вам покажу, как я их оформляю и какими продуктами. Всего есть три вида продуктов, которыми я обычно пользуюсь для того, чтобы оформить свои брови. Первый — это карандаш, мой самый любимый продукт. Дальше — тинт и тени для бровей. Сегодня я расскажу, в чем отличие одного от другого и покажу, как я именно оформляю свои брови. Начнем с карандаша, так как это мой самый любимый способ. При выборе карандаша я первым делом обращаю внимание на то, автоматический это карандаш или не автоматический. Гораздо удобнее, если мы рассматриваем какие-нибудь утренние сборы, когда вы торопитесь на учебу или на работу, чтобы не занимать много времени, конечно, удобнее выбирать именно автоматический карандаш, потому что его уже не придется точить. Не нужно выкидывать этот мусор, соответственно, в общем, меньше в мороке. Следующий пункт, на который я обращаю внимание, обязательно на карандаше должна быть щетка такая, которой я смогу их расчесать, потому что я всегда расчесываю брови, естественно, и не хочу иметь какую-то дополнительную щеточку. Мне удобно очень, когда карандаш просто переверну и брови расчесал. Последний, но один из самых важных критериев, это, естественно, оттенок самого карандаша. Лучше выбирать оттенок посветлее. Между темным и светлым лучше выбрать светлый. Конечно, если вы брюнетка, то не нужно брать оттенок для блондинок, но если взять слишком темный карандаш, вы можете как бы утяжелить свое лицо этим карандашом, этим оттенком темным бровей и придать себе лишнего возраста. Я думаю, это никому не нужно. Итак, начнем оформлять брови. Первым делом я, конечно же, расчесываю саму бровь. После того, как я ее расчесала, я четко прокрашиваю сначала нижнюю границу брови. После того, как я оформила нижнюю границу, я начинаю заполнять саму бровь и пробелы. Рисую как бы такие волоски. В начале брови лучше рисовать волосков этих чуть-чуть поменьше, потому что бровь у нас никогда не начинается четко. После того, как я заполнила все пробелы брови, я начинаю рисовать верхнюю границу. Теперь для того, чтобы цвет максимально был равномерным в бровях, чтобы не было каких-то четких полосочек и линий, я хорошенько прочесываю бровь. И вычесываю лишний цвет, если вдруг переборщило. Если вы хотите сделать прям очень аккуратные, четко очерченные брови, то можно еще пройтись кисточкой скошной, с консилером под бровью, для того, чтобы был максимально такой четкий эффект. Но я пока что этого делать не буду, сделаем это на другой брови. Вместо этого я сейчас возьму хайлайтер. Я обожаю наносить прям плотно хайлайтер под бровь, особенно если потом я использую тени на все там века, на подвижное, неподвижное, для того, чтобы когда я наносила на неподвижное века тени, они гораздо лучше растушевывались благодаря хайлайтеру, который уже нанесен. Таким образом, тени ложатся очень красиво, не беднят, потому что они уже смешиваются с хайлайтером. Я наношу хайлайтер и растушевываю этой же кисточкой границы, чтобы хайлайтер не лежал пятном. И в качестве завершающего этапа наношу гель для бровей, для того, чтобы закрепить результат. Все, на этом бровь готова. Я так оформляю брови ежедневно. Это мой любимый способ. Расскажу сейчас про преимущества карандаша. Вам не нужна никакая дополнительная кисточка, как в случае с тенями или с тинтом для бровей, потому что вы не сможете нанести его пальцем. То есть нужно брать дополнительное что-то для того, чтобы оформить брови. Есть сразу щеточка. Это очень удобно. Карандаш автоматический. У меня это карандаш от Vivienne Sabo. Я эти карандаши просто безумно обожаю. Обычно оформляю первым оттенком. Сейчас он просто закончился, поэтому у меня есть только два карандаша во втором оттенке. Но когда я выберусь в какой-нибудь торговый центр, в магазин косметики, я обязательно куплю себе еще в первом оттенке, потому что это самый мой любимый карандаш. Мне кажется, что он просто идеальный. Пару слов скажу про гель для бровей, который я использовала. Это гель от Artvisage. Он мне тоже очень нравится. Он безумно бюджетный. Его надолго хватает. Он хорошо укладывает брови, но не фиксирует их прям намертво. То есть, такой средней фиксации, мне кажется. Если у вас прям очень непослушные волосы на бровях, то, мне кажется, он вам не подойдет. Но в целом, если у вас волосы обычные, вам нужно просто задать направление для брови. Очень классный бюджетный гель. Я думаю, что пора приступать ко второй брови. Оформлять другую бровь мы начнем не с того, что просто ее расчешем, а расчешем бровь с мылом. Мыло для бровей. И вообще, что это такое? Зачем это нужно? Если у вас очень непослушные волосы. Гель их не возьмет и не уложит в нужном направлении. Тогда можно использовать как раз мыло для бровей. Потому что тут волосы любые лягут так, как вам нужно. Они точно проиграют эту битву с мылом. Оно прилизывает прям волоски к коже. Можно создать такой инстаграммный эффект для бровей. Но в целом, честно скажу, для меня эта покупка оказалась бесполезной. Потому что, допустим, гель для бровей от Artvisage, который я только что показывала, он стоит 185 рублей, вроде бы, на золотом яблоке. А это мыло около 1000 стоило. И я им практически никогда не пользуюсь, потому что это очень долго. Для меня это не нужно. У меня волосы нормально укладываются и гелем для бровей. И также мыло не фиксирует волосы. Оно их просто укладывает. И в конце, закрепляющим этапом, все равно нужно будет нанести еще гель для бровей, для того, чтобы как раз зафиксировать. Для того, чтобы нанести мыло для бровей, я беру просто обыкновенную щеточку одноразовую и набираю его на щеточку. Обычно я ее вот так вот сгибаю, для того, чтобы мне было удобнее набирать продукт. Теперь я хорошенько прочесываю всю бровь вниз. Это нужно для того, чтобы волосок со всех сторон был в этом мыле. И потом уже придаю ту форму, которая мне нужна. Зачесываю бровь наверх. Я знаю, что некоторые используют обыкновенное мыло. Я не пробовала, вроде бы, обыкновенное мыло или пробовала, но не помню уже. Но вы можете попробовать нанести обыкновенное мыло. Я не знаю, есть ли между ними какая-нибудь разница. Мне кажется, что мыло, оно как бы и в Африке мыло. И состав, скорее всего, наверное, один и тот же. И это, наверное, просто маркетинговый ход. Теперь я беру тени для бровей. Кстати, тени для бровей на мыло наносятся гораздо лучше, прям довольно так четко. Самый нелюбимый метод оформления бровей, это именно тенями для бровей. И плюс это метод не самый стойкий, то есть вообще для меня, допустим, не стойкий. У меня брови не выдерживают. То есть, когда я прихожу домой вечером, я прихожу уже без бровей. Вот в таком же состоянии, как сейчас вот эта бровь, у меня находятся мои брови. Так что я не очень люблю. Плюс нужно использовать, конечно же, кисточку для бровей. Кисточку для бровей я тоже выбирала такую, чтобы на ней была еще щеточка. Я люблю прям, чтобы щеточка была и кисточка, хотя бы так, если не карандаш и щеточка. Оформляю брови я палеткой от L'Oréal. Не могу сказать, что она мне прям безумно нравится, потому что один из рефилов абсолютно, на мой взгляд, бесполезный, ничего не делает. Тут воск для бровей, он их как-то не укладывает, не придает особый цвет. В общем, я вообще не понимаю, зачем он тут нужен. Я пользуюсь только тенями обычно. Смысл оформления бровей тот же, поэтому увидимся уже, когда я сделаю вторую бровь. Вторая бровь у меня уже накрашена, но я хочу немножко подправить форму. Что я для этого делаю? Я беру консилер. У меня это от Nars. Он очень плотный. Я люблю его использовать даже на каждый день, но, конечно, если у вас нет каких-то синячков там сильных или каких-то проблем серьезных с кожей, то можно взять и гораздо полегче по текстуре консилер. И теперь я беру кисточку скошенную, набираю консилер на кисточку, убираю там, где мне нужно. И самое важное, потом растушевать хорошенько границы, для того, чтобы четко этот консилер не было видно. Бровь так получается более четкой, более выраженной и аккуратной. Для того, чтобы закрепить полностью бровь и нанести финальный этап гель бровей, я возьму другой гель. Это гель от Stellar. Он мне безумно нравится. И вот он цементирует брови просто намертво. Ни одна волосинка не будет смотреть ни в ту сторону, вот в которую вы уложили, так и будет лежать. Поэтому я его просто обожаю. Мне нравится именно такой эффект. Я, правда, даже не помню уже, сколько он стоит, потому что я покупала его очень давно. Тут очень большой такой флакон и хватает. Но я даже не помню, если честно, когда я его купила. Наверное, уже год ему точно есть. Ну вот и все. Мои брови готовы. Пишите в комментариях, какая бровь вам нравится больше. Я не буду вам показывать еще раз, как я крашу бровь, потому что думаю, что принцип понятен. Просто расскажу кратенько про тинт для бровей, чем мне этот продукт нравится или не нравится, наоборот. Опять же, нужно использовать дополнительно кисть. Это, как мы помним, минус. Я такое не люблю. Это какие-то лишние заморочки. Плюс, естественно, нужно выдавить куда-то продукт. Мне, кстати, эта упаковка и нравится из-за этого, и не нравится. Продукт в банке остается нетронутым. Ничего там не заведется, не размножится, никакие бактерии. Так что это безумно гигиенично. Но в то же время нужно запачкать какую-то поверхность. Либо там на палитру выдавливать, либо на руку. И минус большой для меня тинта заключается в том, что чаще всего, если я тороплюсь, то я там не ищу палитру, где же она лежит. Я просто наношу его на руку, а потом делаю вот так. А тут у меня был тинт. И, конечно же, он измазал мне волосы. А волосы я вот так обратно положила. Они измазали мне там рубашку. Но это, конечно, уже лично моя претензия. Наверное, есть люди аккуратные в каком-то другом мире для меня параллельном. Но если вы аккуратный человек, для вас, конечно, это не будет никакой проблемой. Теперь перейдем к плюсам. Это самый стойкий вариант оформления бровей. Тени, для меня, вот я говорила, не да, плохо очень держится. Карандаш это что-то среднее между тенями и тинтом. Он спокойно продержится весь день. Но, допустим, если вы с бровями хотите лечь спать, ну, допустим, куда-то поехали и не хотите смывать брови, да, чтобы еще на следующий день они там у вас остались, бывают такие ситуации тоже, да, то карандаш уже, наверное, не спасет и нужно будет воспользоваться именно тинтом для бровей. В этом его плюс. Также я редко его использую, потому что неправильно подобрала себе оттенок. У меня он слишком темный. Я тогда еще не разбиралась, какой оттенок кому подходит, как его выбрать. Я просто спросила у консультанта в магазине, и она мне посоветовала еще на два оттенка темнее. Я посмотрела и подумала, это же просто черный. У меня русые волосы, и, слава богу, взяла чуть посветлее оттенок, но все равно он у меня темноват. Но, в принципе, я рекомендую использовать тинты. На этом, я думаю, что мое видео подходит к концу. Спасибо вам большое за просмотр. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. И до встречи в новых видео.